Это видео совсем недавно появилось в социальных сетях и теперь бороздит просторы интернета. Житель Рудного, проезжая мимо жилых домов, на обочине увидел лесу. Она сидела на куче снега и ее явно не пугала оживленная улица. Что привело дикое животное в населенный пункт, неясно, но эксперты все же сделали предположение. Ну, дикое животное в городе – это уже звоночек. Звоночек с той стороны, что она просто кушать хочет, потому что в этом году аномальная зима, все знают. Вот, метровый снег, вот, доступ к корму, естественно, ему запрещен. Труднодоступен, вернее, лесе как это все разгребать, чтобы до мышки добраться, так образно говоря. Ну и второй момент, что на этом фоне может развиться заболевание. Подходить близко к диким животным специалисты не советуют. Это может быть опасно. Лучше сообщить в территориальную инспекцию лесного и охотничьего хозяйства для того, чтобы утилизировать больное животное. А вообще, как говорят защитники животных, нынешняя зима критическая для всех животных и птиц. Им очень сложно добыть пропитание под толстым слоем снега и льда. А потому специалисты во всех районах области выезжают в леса и подкармливают диких животных. И по возможности призывают это делать всех любителей охоты. Животные как раз страдают больше всего не уникальные. Страдают широко распространенные. Но, тем не менее, в массовый падеж лучше все-таки попытаться избежать. У нас ведь хватает состоятельных людей. Среди них много охотников. То есть поддержать даже объекты охоты в зимнее время тоже можно. Пока случай с дикой лесой, которая вышла в люди, единичный. В областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства области заявили, что пока обращений от жителей населенных пунктов о нежданных гостях, которые могут представлять угрозу, а это лисы и волки, не поступало. В случае жалоб специалисты будут производить отстрел диких животных. Диарах Мечин, Евгения Финько, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова